Всем привет из Одессы! Сегодня 27 сентября 2024 год. Я сейчас села записывать видео, и девушка идёт и тоже записывает видео. То есть одни эти блогеры сейчас, каждый человек сейчас блогер. Ну идёт, все спокойно общается, записывает, либо прямой эфир ведёт, в общем. В общем, что хочу вам сказать. Как вы можете слышать, я осталась без голоса практически. Вчера у меня болело горло, просто немножечко болело горло. Ну как бы такого прям сильного дискомфорта не было. Сегодня утром я просыпаюсь, у меня горло не болит, но у меня что-то происходит с голосом. Пропадает голос и становится такой хриплый. Вот, поэтому я не знаю, что это. Ну в общем, горло не болит, но голос пропал. Как ни одно, знаете, как так другое. Ева очухалась, я теперь заболела. В общем, что хочу сказать по обстановке. Видите, он бывает, появляется. Что хочу сказать по обстановке. У нас последние 3-4 дня очень много тревог. Ночные тревоги, днём постоянные тревоги. Вчера особенно вообще днём. Полчаса есть тревога, полчаса нету. Полчаса есть, полчаса нету. Ночь тоже была очень много, очень длинная тревога была, наверное, часов 5. И Измаил очень сильно бомбили. Там очень много домов горело, людей очень много, постраждавших, очень много погибших есть. Поэтому, не знаю, каждый раз ложишься спать, и каждый вечер вот это начинается тревоги. И ракеты пускают, шахеды. Вот вчера шахеды всё пускали. В общем, такая очень нестабильная сейчас обстановка, напряжённая. Также мне в комментариях написали тоже вчера о том, что вам лучше уехать, потому что будет чуть ли не атомную бомбу на нас бросать и тому подобные комментарии. Но уезжать нам некуда. Поэтому, как бы, я думаю, что атомными бомбами никто разбрасываться не будет просто так. Потому что, ну, это я уже говорила в предыдущем видео, это... Я не знаю, я даже, по-моему, про это даже не хочу думать. Про то, что сейчас в инфополе происходит, я не хочу даже про это думать. И ещё хрузить своих зрителей вот этими вот. Вот у каждого человека сейчас в жизни есть свои проблемы, поэтому ещё и тут на Ютубе всех грузить тоже не сильно хочется. Я всё-таки надеюсь, что, настраиваясь на то, что всё будет хорошо, как бы сейчас бы и не было. Кстати, по поводу Света. Сказали о том, что Свет у нас будет чуть ли не 10 гривен. Вчера я прочитала и даже не поверила своим глазам. А потом, уже сегодня написали о том, что это будет для предприятий. Типа, Свет опять подорожает. Ну, люди пишут о том, что... Ну, если для предприятий, то это опять и продукты подорожают. Потому что предприятие... Это тоже важно. И продукты опять подорожают. В общем, я не знаю, что с этим Светом. То говорят, что его не будет, этого Света, или будет 3 часа в сутки. То говорят о том, что... Подорожает на такую цену, что просто невозможно. Поэтому я не знаю, ребята. Я не знаю, о чём думать и как вообще в этом мире существовать. В этом потоке информации. Я уже говорила, что каждый день какая-то идёт информация. Каждый день какое-то нагнетание. Каждый день. А ты только офигеваешь. Ладно, мы приехали на рынок. Сейчас я вам покажу немножко цены осенние, рыночные. Вот. И пройдёмся немножко по рынку. Правда, уже поздновато. Ну, надеюсь, что кто-то будет. Потому что нам надо закупиться. Я хочу борщик сварить. Сейчас куплю всё на борщ. И пробежимся по рыночку с вами. Так, у нас снова воздушная тревога. Неудивительно. Уже привыкли. Но мы идём на рынок. Не знаю, пять часов что-то. Посмотрим, какой рыночек. Вещи тоже. У меня, конечно, голос, что так вечеру ещё больше севший. Так. Так, перчик красный. Ага, вот смотрите. Морковка 35. Бурячок 35. Лук 25. Картошка 35. Огирок 70. Аникада 90. Кабачок 35. Кишмиш 130. Помидоры 100. 120. 70. 55. Мускат 100. 30. Так, бурячок 30. А вот помидорка 35. Аленка называется. Носок. 35. Перец. А вот по 50 есть. 55. Огирок 50. А вот баклажаны по 10 есть. 55. Вот баклажаны по 10 есть. 55. 55. 55. 55. 55. Спасибо. 55. 55. 56. 56. 56. 57. 57. 57. 58. 58. погодка. Блин, что там у меня вообще голос пропадает? Я не знаю, Ева. Что у мамы с голосом? Надеюсь, я завтра буду с голосом. Если не выйду в эфир, значит голос пропал. Как вам ситуация на дороге сегодня? Здесь идет кольцо, большое движение, и мужчина себе не спеша решил просто перейти дорогу, хотя немного дальше есть пешеходный переход, где можно спокойно перейти. Нет, нужно вот именно вот здесь, вот здесь такое движение, с другой стороны просто вы не видите, что так делать нельзя. Это можно, во-первых, создать аварийную ситуацию, во-вторых, и самому покалечиться, и водителей подставить, поэтому лучше переходить дорогу более в безопасных местах, конечно же. Ну а некоторым хоть море по колено, знаете, пойду там, где хочу. В общем, ребята, всем мира, всем добра, спасибо, что посмотрели эти видео до конца. Пишите в комментариях, что с моим голосом может быть. Надеюсь, что завтра я все-таки буду уже с нормальным голосом.